Переходим к следующему проекту. Режиссер Никита Сутирин и название проекта «Адаптэйшн». А, девушка будет петчинговать. Так что, пожалуйста, может представьтесь, потому что нет вашего имени в этом списке. Меня зовут Дарья Домуховская. Я представляю проект Никиты Сутирина «Адаптация». Сейчас было сказано о том, что мужчина зарабатывает в Москве или на севере. Вот, похоже, документалисты тоже, потому что я к вам с проектом тоже из Тундры. Собственно, я объясню ситуацию. Плотность населения у нас на земле примерно 52 человека на километр квадратный. В Тундре, в российской, это где-то 0,24 человека на километр квадратный. Вот. И, собственно, коренное население ненцы, они естественным способом зарабатывают на жизни. Они разводят оленей, ловят рыбу. Это абсолютно натуральный способ жизни, но так как они являются гражданами Российской Федерации, собственно, по законодательству им детям, их детям положено среднее образование. И чтобы набрать школьный класс, это нужно вертолетом облетать огромную-огромную территорию, собирать детей. И, собственно, ребенок, имеющий уже национальную идентичность, то есть к 3-4 годам он уже умеет многое, что умеют его родители, он буквально вырывается из среды и помещается в условную цивилизацию, которая постепенно уже с севера отступает, оседая жирными пятнами на местах газовых и нефтяных месторождений. А школа, за которой мы наблюдаем, она находится в бывшем шахтерском поселке, которой, соответственно, шахты с 90-х годов нет. И, собственно, градообразующее предприятие – это интернат ненецких детей, и только поэтому тогда проведено электричество, тепло. Ну, собственно, мы можем, наверное, посмотреть трейлер. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Спасибо. Спасибо большое. А какая будет длина фильма? То есть потенциал на полнометражный фильм. Спасибо большое. Есть какие-то вопросы, какие-то комментарии, вопросы? Я думал, что фетиш был очень красивый, и я бы хотел бы видеть Рафтар, на самом деле, что он любит. Я очень сладкий. Метод? Нет, в общем, я просто хочу сказать, что все, что я видел, это красивый фильм, очень хорошие истории, и я тоже хочу видеть это. И потом, после Рафтарта, я думаю, какие-то вопросы, о том, как это может произойти. Спасибо. 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 А сейчас еще... Нет. Микрофон. Микрофон. Пока телевизионное право не продалось. Хорошо. Спасибо большое. Желаю удачи. Очень красивый проект. Так что... Никите, привет. Спасибо. Продолжаем. Следующий проект у нас... Майгрант Белле и режиссер Анна Моисеенко. Пожалуйста. Должен работать. А вы двое, да? Тогда представьтесь, пожалуйста, сначала. Меня зовут Анна Моисеенко. Я режиссер фильма. Это Лена Шалкина. Мы вместе с ней сделаем этот фильм. Мы вместе закончили мы с Марией Развежкиной. И, в общем, по нашему методу длительного наблюдения уже два года наблюдаем за нашим героем. Героя зовут Абдул Мамадов. Он трудовой эмигрант из Суджи-Кистана. И фильм называется «Баллада эмигрант». Это рабочее название. И это будет действительно баллада. Потому что это будет музыкальный фильм, в котором главный герой сам споет для нас историю своей жизни. Абдул играет в спектакле «Опин-опера». Может быть, многие его видели. Это спектакль «Театр ДОП», в котором мы давали эмигранты. Рассказывают о своей жизни, поют, иногда даже танцуют. И не так давно этот спектакль выиграл «Золотую маску». И Абдул как раз выходил на сцену. И с ним случилась такая история. Когда он сидел в ложе в Большом театре, он слышал, что за его эмигрант люди переговариваются о том, что здесь делает этот эмигрант, возможно, он здесь что-то чинил, как он оказался в Большом театре. И, в общем, из этой истории стало понятно, что даже если он находится в ложе Большого театра среди вот такой просвещенной публики, все равно люди не понимают, не готовы понять эмигранты, увидеть их и услышать их как личность, а не как какую-то функцию, которая их должна обслуживать. Поэтому наш фильм – это в первую очередь, конечно, попытка показать этих людей, не только показать, но и услышать их. Ну да, на самом деле я присоединилась к Канинному проекту немножко попозже, но когда я про него узнала, я поняла, что это абсолютно моя личная история, потому что у меня тоже был немножко такой трудовой опыт. Я работала на фабрике с нелегалами в Америке, но тем не менее я вполне понимаю его переживания, как мне кажется, его чувства. И мне кажется, это действительно интересно сделать такого незаметного человека главным героем, потому что мы каждый день видим этих людей, но для нас они не личности, наверное, а просто, ну, возможно, люди, которые выполняют определенную работу. Поэтому мне кажется, это вполне может быть очень интересно. Мы наблюдаем за жизнью Абдула уже два года, за это время с ним произошло очень много событий, и плохих, и хороших. Из плохих – это, например, на его напали метро националисты, избили его, он выходил в спектакль с перевязанной головой. Из хороших он выиграл золотую маску, выдал замуж свою дочь, и самое главное – впервые за последние 7 лет он смог поехать к себе на Монин-Памир, где живет его жена Гульчибуль, которая как пенелопа просто годами ждет его, видит его раз в 7 лет, и его сын и дочь, а он приезжал на Новоселье, поскольку его родственники построили ему дом. Это довольно-таки музыкальный такой фильм, и поэтому сейчас, конечно, мы в таком творческом поиске хорошего звукорежиссера, который помог бы нам записать в хорошем качестве все песни «Абдул», потому что это действительно очень важно для фильма. У меня есть такой звук. Спасибо. С удовольствием. Спасибо. Да, и также мы хотим сделать этот проект чуть более масштабным, чем только фильм, поскольку «Абдул» пишет песни, он берет народную музыку за основу и пишет тексты о том, что происходит с ним в его реальной жизни. Поэтому мы хотим еще выпустить альбом с этими песнями и собрать ансамбль, поскольку все участники ансамбля, в котором раньше 15 лет назад выступало «Абдул», им около 30 человек, сейчас они все работают в Москве, но где придется – на стройках, сантехниками, электриками и так далее. И мы вместе с «Абдул» хотим еще устроить большой концерт, который, возможно, будет финалом фильма, чтобы они все вместе смогли снова собраться на одной сцене. А такое жена, кстати, его отпустила потом обратно? А, жена его не отпустила, но он уехал. Ну, он сбежал. А какая длина фильма у вас будет, в конце концов? Да, я забыла сказать про… У нас есть студия, студия «Шеттерс», это российский продюсер, и финансирование государственного министерства культуры. И мы будем делать телевизионную короткую версию, но для нас, в первую очередь, важна, конечно, полнометражная режиссерская версия, которую мы будем снимать. И, в общем, уже материалы большая часть есть. Нужно еще доснять какие-то отдельные моменты жизни. И самое главное – записать песни. Очень качественно нужно это сделать. И также у нас поддерживает культурный центр Бактри в Таджикистане. И когда будет «Равкат» примерно? А «Равкат» уже есть. Уже есть, да? Хорошо. Окей. Any comments or questions? No? Мы общаемся. Спасибо. Мы общаемся. Хорошо. Большое вам спасибо. Желаю удачи. «Твайс Борн, Твайс Дэд» Рушиссер Клина Ирина Васильева. Пожалуйста. Пожалуй, все-таки, чтобы вы понимали, кто там наши герои, мы вообще чемпионы по «Ресечу», потому что мы начали этот фильм снимать 13 лет тому назад. Совершенно… Только руки писателя Анатолия Приставкина… Мы не предполагали… Он вывел нас на главную голову. Мы не предполагали, что это будет фильм. Господин же. Да. Дома разберемся. Кто господин? Вот такие русские граждане. Значит, мы тогда не предполагали, что этот фильм мы, в общем, снимали для себя и трижды ездили в зону строгого режима и возили к нашему герою, преступнику, убийце, осужденному сначала к высшей мере наказания, а потом попавшему под мораторий о смертной казни на пожизненное. Возили к нему его сына. И с тех пор, в общем, он стал частью нашей жизни. И, в общем, накоп… Я не знаю сколько… Сотни, наверное, писем. И мы просто не знали тогда, что мы доживем, что он доживет до того момента, когда формально по закону через 25 лет пожизненно осужденный имеет право подавать на УДО, на условно-досрочное освобождение. Этот момент настал сейчас. И сейчас все зоны особо строгие. Зоны находятся просто в вибрации. Там истерика, потому что этих людей качает от абсолютного отчаяния до надежды, что они все-таки начнут эту третью жизнь. Потому что 25 лет в зоне, в четырех стенах. Это, конечно, огромная колоссальная жизнь вообще на другой планете, за пределами. Но они понимают, что их никто не выпустил. Потому что сейчас наша политическая ситуация такова, что доминантой нашего государственного мышления, конечно, является силовая доминанта. И все становится гораздо строже. И министр Бастрыкин призывает к тому, чтобы ввести... Глава Следственного комитета. Глава Следственного комитета. Чтобы ввести смертную казнь опять, супротив моратория. И депутат Маркин призывает к тому, чтобы... И это свидетельствует всего лишь о том, что просто это неверие в человека, в его глубину и в способность к преображению, к изменению. К тому, что произошло с нашим героем, с Вячеславом Шараевским, который был прокурором, убил двух женщин, будучи уверенным, что никогда его преступление не будет раскрыто. Это теоретические убийца типа Раскольникова. И вот, конечно, вот с ним это произошло. Три года в камере смертников, в ожидании смертной казни. Он, как юрист, прекрасно знал, что расстреливают три раза в месяц. Третьего, тринадцатого, двадцатого. И три года, трижды в месяц он ждал смерти, он знал процедуру, он этого не боялся, он этого хотел. Потому что, будучи материалистом, атеистом, он ждал, когда его проигранная партия закончится, когда будет точка. И вот за эти три года, сто восемьдесят раз встречи со смертью привели к тому, что он понял, что точки не будет, конца не будет, что только все начинается. Он преобразился, он поверил в Бога. И это совершенно другой человек. И человек, который его спас, это второй герой. В общем, такая классическая пара, праведник и грешник. Человек, который его спас в комиссии по помилованию. Да, в комиссии по помилованию. Он единственный был за то, чтобы не расстреливать Шараевского. Это отец Александр Борисов. Вот сейчас вы их увидите. Субтитры создавал DimaTorzok Ого! 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 В далекий край! Примерно 30 минут в связи с резко укушенш exit метеорологической обстановкой в Салихарде. Спасибо за внимание. Нам не должно быть безразлично, как уходит человек из жизни, как озлобленный преступник или как раскаившийся человек. Смертник боится смерти. Смертник радуется, он ждет ее, он ее подгоняет, чтобы это закончилось. И вот когда вдруг открывается раз, а нет, ты хотел смерти, а нет, а вот тебе жить. И вот тогда наступает страх, что спрос только начнется. Мне деваться было некуда. Я понял, что существует что-то, что не поддается никакой логике. Я запрещал себе думать о детях. О детях, жене я старался не думать. И тут последнее движение было, как бинда последняя. Просто увидел вот его лицо и просто закричал, просто, господи, не оставляй его. Я его костелить начал так. Я начал кричать на него. Убей меня, что хочешь со мной сделай. Вот я, вот я способен сейчас, вот так вот я его любить способен. Если я, даже я, я тебя вообще не понимаю, что ты за существо тогда. Если ты говоришь, что ты любовь, ты добро, ты добрый. Убить, оно чем страшно, что оно, его нельзя ничего исправить здесь. Любое другое преступление совершить, его можно исправить. Даже не любить Бога, в последние секунды. Полюбить и все. А убить, то нельзя вернуть человека. У меня вот есть дети. Если даже один из ста человек вернулся бы за старое, то пускай лучше 99 сидят. Простите у любого прохожего, захочет ли он жить, чтобы у него был сосед, которому дали ПЛС. Я вам скажу, что здесь мнение большинства не оказывается правильным. А им с ними жить? Скажем, с маяками понятно. Их надо держать, потому что это больные люди, их, скорее всего, слишком опасно отпускать. А, скажем, бытовой убийца, какого-то, в пьяном виде, там, сказать, и так далее. Кто гарантирует, что оно не повторится? Отец Андреев, вы понимаете, у нас другой стоит. Никто не гарантирует, что обычный человек не совершит убийство. И никто из нас от этого не гарантирован. Ни вы, ни я. Слава Богу, что мы не попали в такие обстоятельства. Ни один из нас не имеет права сказать. Я бы никогда так не сделал. Мы не знаем себя. Ну, согласитесь, жалко. Жалко человеку, которому стало сидеть пять месяцев, и он все время трясется. Как? Это месяцы пройдут. Что будет после этого? Ну, скорее всего, он будет сидеть дальше. Это уже 99,9%. Это трагедия. Добавил с versions. Одно слово, еще третий герой Джимми Бойл в Англии, знаменитый шарландский хулиган, параллельный нашему главному герою, который был в свое время проведен в социальный эксперимент, к нему в камеру был запущен художник и психолог, и в результате он написал книгу, которая была экранизирована в Голливуде. Он стал скульптором, талантливый человек, его скульптуры сейчас по всему миру стоят, и общественность выступила за то, чтобы его отпустили на волю, он вышел, женился на психологе Саре, и сейчас преуспевающий, замечательный, просто полноценный, прекрасный, талантливый человек живет. А наш основной герой написал две повести, тем не менее. Да, ну мы замолкаем, мы время исчерпали. Спасибо большое. Есть комментарии, вопросы? Any comments? Questions? No, this. No? Ok. Большое вам спасибо, удачи. Переходим к следующему проекту. Режиссер Сергей Качкин. Название проекта Perm 36, A Territory Freedom. Please, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Я постараюсь очень быстро, потому что времени нет, я еще, как вы знаете, немножко тут завязан с организацией мероприятия, и вот, собственно, повезло еще и проект свою представить. Perm 36 — это название зоны ГУЛАГа, точнее, правильно сказать, зоны, которая существовала вплоть до конца 1988 года. Сейчас там открыт единственный в России и вообще на постсоветском констанции музей истории политических репрессий. Так вот, фильм как раз о трех бывших заключенных этого лагеря. Они сидели там в разное время, но в одном и том же месте, о самом музее и о гражданском форуме, международном гражданском форуме, пилорама. Вот, собственно, здесь и изображение, когда он проходит, точнее проходил, с прошлого года он больше не проходит. Там конфликт развивается между администрацией музея и администрацией края, где этот музей размещен. Вот, и на данный момент даже музей больше не функционирует. Но фильм не об этом. Фильм, как я хочу сделать, несколько глубже и проецировать то, что было с этими героями, их личный опыт заключения и опыт нашей страны, сопоставляя их в конфронтацию с определенной группой людей, которые считают, что этот музей должен быть закрыт. Это люди, которые принадлежат коммунистической партии, молодые совсем люди, которые считают, что, собственно, этот музей дисквалифицирует, там, не знаю, службу МТВД, СССР и все прочее, и все прочее, и все прочее. Очень коротко о трех героях. Первый герой – это обычный рабочий, который был на Урале, и он, будучи совсем молодым, решил организовать подпольную группу, и, в общем-то, через полтора года его арестовали, и дали пять лет. В общем-то, по тем временам это очень мало. Второй человек очень известный в России и за рубежом – это Сергей Адамович Ковалев, это правозащитник, очень человек, который верит в то, что он делает. Ему уже 82 года, даже 84 уже сейчас. И третий – это совсем другая группа, это интеллигент настоящий, петербургский, друг Иосифа Бродского. Он туда попал, потому что не хотел мириться с системой и работал на той литературе, которая в советское время была запрещена. Ну, а за ним следить КГБ стало по причине того, что когда Бродский был в ссылке, он к нему съездил, и, собственно, с этого все и началось. Давайте посмотрим Триэля. Да, я хотел только скажу, что Триэля я постарался сделать так, что, в принципе, по своей структуре он отображает фильм, как он должен быть. Потому что, на самом деле, весь материал уже отснят, и я сейчас нотирую, а после я расскажу чуть больше о постпродакшене. Точнее, о постпродакшене. Спасибо. Ну, а вы находитесь на территории уникального музея. Музей этот, уникальность его заключается в том, что это единственное место на всем постсоветском пространстве, сохранившееся от сталинского гулага. Причем не отдельно стоящее здание, а полностью с инфраструктурой. Именно поэтому музей включен в число ста культурных объектов мира, требующих особого внимания, наряду с Великой Китайской стеной. Сегодня у вас уникальная возможность, вам очень повезло встретиться с человеком, который сам был узником этого барака в не столь далекие времена. Это Виктор Георгиевич Пестов. Антисоветская агитация и пропаганда, это статья 70-я. И организационная деятельность, направленная на свержение и подрыв советского строя, это 72-я статья. Разряд особо опасных государственных преступников. Я понял, что если отдаться этой болезни, то можно, так сказать, спокойно соскользнуть в смерти. Мне даже этого хотелось, я должен сказать, потому что тогда считалось, что не считалось, а тогда казалось, и тогда так и было, что, в общем, оттуда уже не выйти. Мне прокурор, ну, поскольку я не признал себя виновным, то я был пожизненно виновен с точки зрения советской. И прокурор мне сказала, ни Ленинграда, ни ваших родителей вы больше не увидите. Никто из нас не думал, что это будет стоить в конце концов. Ну, вряд ли меня так вот за уж какой-то протест там взят, возьмут да и посадят. Вот я вдруг редактирую хронику текущих событий, я отчетливо понимаю, что меня посадят. И дальше возникает вот какой вопрос. А, ты хочешь право на самоуважение? Ну, так за это, ребята, надо платить. Вот оказалось довольно немало людей, относительно немало людей, готовых заплатить за это право тюремным сроком. Вот, собственно, и все. Пилорама в этом году проходит восьмой раз и собирает большое количество людей. Вот наша пилорама – это, ну, достаточно точный слепок нашего общества. За рекой Бояркой вы сюда ехали, вы видели самая высокая палатка, самые высокие флаги. Это коммунисты, это суть времени, да. Вот они здесь, здесь либералы. Пилорама собирает всех. Для меня пилорама – это как зеркало современного общества в России, которое расколото. А сейчас, с тех пор, как я снял последние кадры год назад, оно еще более раскололится в связи с тем, что кризис на Украине. То есть это еще более стало заметно. Вот. Теперь, коротко о том, что я делаю. Я третью часть фильма смонтировал. Мне нужно найти деньги на постпродакшн, конкретно на покупку прав на музыку и для работы со звукорежиссером. Ну, а потом, чуть позже, с цветокоррекцией делаю. Монтаж я делаю сам. И, в общем, к этому я довольно внимательно отношусь. И для меня это как рыбинок. Какая длина фильма? Я думаю, будет 70 минут. Даже может быть больше, но я не хочу сочетательное дело. Хорошо. Спасибо. Есть какие-то вопросы, комментарии? Any comments, questions? Я просто даю микрофон. Я думаю, что я не знаю, что вы можете показать этот доктор и фильм о Европе. Это прекрасно. Это реально, что я думаю, что это очень интересно. И это очень, как и в большинстве этих пиццов, очень, 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 очень хорошо. И я очень люблю это. Спасибо. Спасибо. Это должно быть сцинематичным. Спасибо. Я надеюсь, что. Спасибо.